Привет всем, друзья! Последнее время на стримах меня часто спрашивают Андрей, а что же будет в новогодних коробках? Есть какая-то информация? Типа сообщи, какие там танчики будут. Нам очень интересно. И информации такой пока что нет. Я не знаю, когда ее в ВГ выпустят. Но стример-то не тупой. И мы кое-каким интересным путем можем примерно выяснить, примерно понять, что будет в коробочках. Для начала давайте посмотрим новость прошлого года. Что было в коробках, какие премиум танки. И потом я уже расскажу, на мой взгляд, какие будут в этом году премиум танки в коробках. Итак, из восьмерок было в том году Projeto 703 Е75 ТС и Су-130. Су-130 был там, по-моему, марафон на него. Короче, танчик не новый. Projeto тоже танчик не новый. Типа, да, желанные, да, хорошие, но не новые. Из новых появилось в коробках только 703 вариант 2 и Е75 ТС. То есть 4 премиум танка. Что будет в этом году? Навряд ли какие-то танки будут из прошлогодних коробок. Вероятность этого крайне мала, поэтому про вот эти танки можете забыть. Но как нам выяснить, что будет в следующих коробках? Все очень просто. Есть супер-тест. Там постоянно тестируются какие-то танки восьмого уровня. Что я сделал? Зашел в отэкспресс, прочекал все новости о премиум танках за последний год, с момента выхода прошлых коробок. И выяснил, что будет, ну, что на супер-тесте примерно 8 танчиков. Ну, 7 танчиков, вернее, восьмого уровня сейчас есть. И посмотрим, какие наиболее вероятные. Я сейчас все расскажу. Давайте поподробнее сначала посмотрим. Первый из танчиков, какой здесь есть, это К-91 вариант 2. Он был девятый уровень. Его перенесли на восьмой совсем недавно, как видите, 27 ноября. Изменили ему ТТХ. Это такая у нас СТшка восьмого уровня. С малой прочностью, с не такой хорошей броней. Похоже, что-то такое, типа, на 416, но нет. Альфа 250, собственно, вот можно здесь ТТХ посмотреть. Довольно динамичная пушечка, довольно скорострельная. Скорее всего, и стабилизированная будет. 212 пробития базовым старядом, 290 голдой. Что-то такое, короче, сложно как-то его понять, да, как он будет играться. Но очень похоже вот на что-то типа между 416 и Т44. Наверное, как-то так, такая полу-СТ, полу-ПТ. Собственно, вот здесь есть ТТХ. Нас интересует, допустим, удельная мощность, почти 20 лошадей на тонну. 55 свои будет держать, скорее всего. Перезарядка базовая 7 секунд. Ну, с раскачкой будет там 5 с чем-то. Точность 0.34 показывает. Время сведения хорошее. То есть стабилизированная, хорошая пушечка. Расположение башни, как мы видим, не заднее уже. Да, то есть К-91 кажется, что это заднее расположение. Нет, оно здесь больше среднее. То есть такая что-то реально похожее на Т-44-100. Но при этом немного другое. Короче, очередная такая копия. Слепили из одного танка какой-то другой. Перевели еще на восьмой уровень. Сначала девятка планировалась. Я думаю, что этот танчик, скорее всего, как раз-таки в коробках будет. Его тут вот как раз там сначала ввели. Потом еще изменили немножко. Финальная четвертая итерация как раз. То есть уже прям подготовили к выходу. Непонятно прям, будет он точно или нет. Но вероятность этого большая. Потому что в новогодних коробках советский танк не запихнуть. Это, я считаю, ошибка. А из всех танчиков, которые выходили на супертест, это вот единственный, по-моему, советский танчик. Единственный. Поэтому он, скорее всего, все-таки будет в коробках. Можете там на паузу поставить, поразбирать ТТХ поподробнее. Здесь, ну, все изменения. Это потому, что он раньше был девятый и стал восьмой. И вот они, вторые изменения. Броня 220 в башне. Причем башня такая неплохая. Хотя командирки довольно здоровые. Время сведения чуть увеличили. Стабилизацию чуть ухудшили. То есть, видимо, сильно был имбовый. Броня бортов башни тоже немножко ухудшилась. Ну, как я сказал, лоб корпуса тоже изменили. То есть вот это в ВЛДХ. Ну, в НЛД будет все равно пробиваться. То есть в ВЛДХ может быть что-то будет рикошетить. Башня может быть что-то будет отбивать. Но в целом танчик не то, чтобы прям люто выглядит как-то. Да, он не такой интересный, как некоторые другие машинки. Давай переходить дальше, смотреть, что у нас здесь есть. Это Чарли Магн... Не знаю, как это правильно читается. ТТ восьмого уровня в Великобритании. По нему тоже пару новостей. О введении на супертест и небольших изменений ТТХ. Вот так вот он примерно выглядит. И вот этот вот танчик не факт, что как раз-таки будет в этих коробках. Почему? Потому что, ну, здесь пишут, что данный ТТ выйдет в релиз уже в 2021 году. То есть такая уверенность, не знаю, от вот экспресса, что он выйдет именно в 2021 году. Посмотрим, так ли это или не так. Добавили тут время сведения во второй итерации. Ухудшили немножко мощность двигателя. Максимальную скорость ухудшили. То есть сделали его таким более медленным. Из интересного, это такой похож танк типа на Каир Нарвона, но с альфой 440. То есть прем танчик британский, восьмого уровня. Плохая точность. Время сведения, как вы помните, еще, по-моему, чуть-чуть ухудшилось. Здесь, да, тут время сведения, где она? Время сведения было 3.07, стало 3.36. Вот, хотя здесь пишет 3.2. 220 пробития, 440 альфа. Похож, наверное, он будет слегка на поляка, тяжика восьмого уровня. И не факт, что он будет в коробках. Мне почему-то кажется, вот раз такая уверенность была, что в 2021 году, то в коробочках может его и не быть. Но имейте в виду, про этот танчик тоже есть инфа. Да, и так-то это же касается Камф Панзер 0.7 РАЖ. Прем танк восьмого уровня, СТ-шечка. Тоже есть вероятность, что его не будет, потому что, опять-таки, со всей уверенностью, где тут? Да, со всей уверенностью тоже написано, что он выйдет только в 2021 году. То есть вот эти два танка, они вроде как есть на супертесте, да, их тестировали. Но пока что не факт, что они будут. Машинка тоже достаточно интересная. Это такая что-то типа полу-СТ-шка, полу-ЛТ-шка. Альфа 200 на восьмом уровне. 205 пробития, альфа 200. При этом хорошая удельная мощность. Я тут 23 лошадиных силы на тонну. 65 максималочка. Такая ДПМ-ненькая пушка. Если раскачать, будет КД 4,5 секунды примерно. Хорошая динамика, хороший обзор можно тоже раскачать. В принципе, будет играться как полу-СТ-шка, полу-ЛТ-шка. Машинка интересная, но будет сложноватая для большинства. Как я сказал, вот эти два танка, вероятность, что они будут в коробках, чуть меньше. По крайней мере, из-за уверенности, что здесь написано в 2021 году. А, как мы знаем, вот Экспресс знают чуть больше, чем все остальные. Вот. Переходим дальше. 122ТМ. Вот вероятность того, что этот танк будет в коробках, уже сильно больше. Потому что его аж изменяли три раза. Уже подготовили. Уже добавили, навернули модельку. Заряжание орудия 16 секунд. Это получается... Это что, типа барабанный танчик? Что за 16 секунд перезарядки? Давай посмотрим на его скрины сначала. ТТХ будут? ТТХ, наверное, не здесь. Давай предыдущих каких-то этих посмотрим. Что это у нас такое? Заряжание орудия 15 секунд. 15 секунд. С альфой 400. Ну, это, типа, просто... Это что такое? Это что такое вообще? И ему еще изменили перезарядку. Да, сделали еще больше. Скорострельность 3,5 выстрела. Средний урон вообще никакущий. Так, тут что-то написано по поводу того... Какой он там барабанный, не барабанный? Ну, судя по всему, там не было, типа, между выстрелов. Никаких КД. Что-то похожее на 3-4-3, только... Только не льготный. Время сведения очень хорошее. Ну, судя по всему, да. Точность хорошая, время сведения хорошая. Альфа 400. То есть это такой полу... Какой-то леопардовый танк получается. Единственное... А, ну и пробитие 230, да? Тут не понерфили ему пробитие? Пробитие, пробитие, пробитие. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, прочность изменили чуть похуже. Стабилизацию ухудшили. Вот если смотреть по итерациям. ДПМ ухудшили еще. Время сведения чуть-чуть ухудшили. Максималку ухудшили. То есть слишком имбовый был. Стабилизацию ухудшили. То есть ему много чего ухудшили. Видимо, слишком хорош был. Ну, судя по всему, похож на 3-4-3 танк. Только... Не льготный. Ну, на 3-4-3 он похож только по Альфе. И вот внешне даже напоминает Леопарда. Очень напоминает Леопарда. Скорее всего, это такой, типа, реально Леопард восьмого уровня. При этом чуть помедленнее. Непонятно, как он будет играться. Вот. Выглядит прикольно. Выглядит интересно. С Альфой играть всегда приятнее. И вот, мне кажется, именно он в коробках будет. То есть у нас пока два явных кандидата. Это К-91 и 122 ТМ. И давай переходить, наверное, уже дальше. Так. Вот. Сначала вот эту вкладочку. Давай посмотрим. Тут про Т-77 написано. И про Ксор-1008. Великобритания. ПТ-8. Прембарабан на 4 снаряда. Вот этот танк, я почти уверен, что будет в коробочках. Очень интересный. Очень, так сказать, желанный будет. Первая према ПТ-шка с барабаном. К тому же на 4 снаряда. Так. Это... Это вторая итерация, да? Вторая итерация. А это у нас что? Вот. Наверное, вот это нет. Все-таки вот это первая новость. Да-да-да. Да-да-да. Барабан на 4 снаряда. Полторы секунды КД внутри барабана. Общее время перезарядки 30 секунд. Пока что, по крайней мере, по первым ТТХ. 226 пробитий. Альфа 320. То есть почти 1300 урона с барабана. Причем барабан этот отдается за 4,5 секунды. Давай посмотрим, что по динамике нам интересно, да? Удельная мощность 15 лошадей. Не то, чтобы прям очень много, но и в принципе немало. Максимальная скорость. У нас... Так, максимальная скорость 60 км в час. Можно с турбонагнетателем, по идее, гонять будет неплохо. Вот так он, по крайней мере, выглядел. Тут сравнение с Млехой. Выглядит очень прикольно. Интересно. И я думаю, он реально будет желанным. Будет достаточно имбовой машинкой. Посмотрим, что именно в итоге выйдет. Изменили немножко прочно. Сделали ее меньше 1300 единиц. Хотя, ну, все равно для ПТшки 8 уровня это все равно достаточно много. Скорострельность орудия изменили. Перезарядка внутри барабана сделали 2 секунды. То есть, уже за 6 секунд он будет барабан раздавать. Общее КД тоже увеличили. То есть, мы сначала смотрели первую итерацию. Там было все слишком хорошо. Стало похуже. И ДПМ ухудшили. И получается... А, урон фугасного снаряда еще ухудшили. Вот так уже выглядит чуть поменьше. Но, опять-таки, важно понимать, что это не факт, что финальные прям ТТХ. То есть, коробочка может измениться. Может быть что-то среднее между первой и второй итерацией. Но я думаю, эта машинка будет наиболее интересна. То есть, вот у нас уже есть третий кандидат. В эти коробочки. И идем дальше. Есть еще Ауф Кляуф Панзер. Да, там помимо танков 8 уровня же, тут еще добавляют всякие 7, 6. И Ауф Кляуф Панзер. Вот этот вот Ауф Кляй Пантера. Тоже, скорее всего, будет как ЛТ-7 прем. Вот видите, она сначала там ее сделали 8 прем. Короче, с ней долгая история. Она была у нас в игре. Ее выводили. Сейчас обратно ведут. Я не знаю, будет это ЛТ-7 или ЛТ-8. Что с ней вообще будет. Но Ауф Кляй Пантера, возможно, тоже ждет нас в новогодних коробочках. Ну да, здесь показана она как 7 левел. И, возможно, седьмым она и останется. Выглядит достаточно круто. Много здесь всяких обвесов интересных. Такие ТТХ, в принципе, рассматривать ее мы особо не будем. Да, потому что нас интересует все-таки 8 левел, но, скорее всего, этот танчик тоже будет у нас в новогодних коробочках. И далее четвертый танк 8 уровня, который, я думаю, что будет в коробках. Это Итальянец. Итальянский тяжелый танк. Есть две вероятности. Может быть, у нас будут три вот этих танка, которые я сказал. К-91, 122 ТМ и вот этот вот КСОР. И есть еще, ну, и вот этот танк, да, Итальянец. Либо этого Итальянца все-таки отложат к следующему патчу, когда закончатся новогодние коробки. Варгейминг уже надо что-то будет еще продавать. То есть, новогодние коробки закончатся, и все. И народ такой, а зачем мне что-то покупать? А тут бац, Итальянчик выйдет. Поэтому есть вероятность, что его вот именно в коробках не будет. Его ведут, возможно, перед веткой Итальянца. Посмотрим. А, ну, типа такой продающей фичей коробок будет именно КСОР-1008. По Итальянцу что можно сказать? Наверное, будет очень хорош тоже. Не знаю, насколько, но будет входить, наверное, около в топ-10 премов. Есть небольшие правки, то есть общие ТТХ. Да, я не показываю, там не нашел особо. Но это ТТ, итальянский, с дозарядкой, с броней. Единственное, что вот хотелось бы, конечно, Альфу посмотреть, но не получится. Но, как я сказал, я думаю, что все-таки, скорее всего, его в коробках не будет. И в коробках будет вот эта машина, вот эта и вот эта. И еще есть один вариантик, это Ягдтигр Аш. Он на китайском сервере, его тоже там немножко изменили, подредактировали. Есть вот еще такая машинка, не знаю, будут ли ее добавлять, но вероятность такая существует. То есть машина на китайском сервере есть, ее что-то там подредактировали, подизменили. И, возможно, появится и она в коробочках. Вот как-то так, пишите, что вы думаете, какие из этих танков реально будут в коробках. В принципе, я думаю, вот как я сказал, К-91, К-122 и Ксор. Но, помимо этого, есть еще у нас, как я сказал, это Чирли Магн. Есть у нас еще Камф Панзер 07. И есть у нас итальянский тяжелый танк. Ну, и есть еще вот этот Ягдтигр. То есть, скорее всего, чего-то другого, прям супердругого ожидать не стоит. Может быть, добавят, как вот в предыдущие разы же добавляли, СУ-130, добавляли прожету. Может быть, добавят что-то из того, что уже есть. То есть, я думаю, есть вероятность, что какой-нибудь, допустим, Бурасик добавят. Потому что очень желанный, очень имбовый. Что еще такого могут добавить прям? Ну, навряд ли будут повторяться. Навряд ли ту же двустволку будут добавлять. Да, может быть, не знаю, может быть, защитника какого-нибудь. Но навряд ли. Из того, что я вижу там из старых премов, что можно добавить, что желанное игроками, это, скорее всего, Бурасик. Но, может быть, его просто в новогодний календарь запихнут. Вот, как я сказал, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какие именно танки будут. Кстати, в стиле тоже там есть информация, да, какие будут стили. Можно будет посмотреть. Но я не стал уже в этот видос запихивать. Вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки за инфу. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok